Сегодня вместе с командой Харьковских, которая стала чемпионом восьмерки, Лига 8 на 8. Ребят, поздравляю вас. Попробуем проанализировать весь сезон, с кем они играли, какие воспоминания. Ну и, наверное, вот так начнем парные игры, которые у них были. И первая игра, с которой они начинали с команды, это команда Фуршет. И также вы закончили, да? Игрой с этой командой Фуршет. Первый матч закончился таком боевым результатом 3-2. И скажите, какие воспоминания об этой игре, из-за чего вы тогда победили? И также о чемпионском матче. Ну, с Фуршетом всегда тяжело играть. Всегда ругаемся. Ну, когда Фуршет выиграл у нас, когда мы выиграли, ну... Ну, ругаетесь по спортивному, правильно? Конечно. Да, во-первых, у нас по выграве, во-вторых, мы их. В футбол должно быть везде никакого вот этого. Голы красивые были, солнце у нас. Ну, все-таки, скажите, пожалуйста, то есть два матча. То есть, ну, насколько я знаю, Вань, перед второй игрой ты сказал, что, скорее всего, не вас обграют, но в итоге вы победили. Это был такой тактический подход? Это настрой, чтобы предаться. Ну, забыли, да, не расслабляется. Какие-то было параметры. Я скажу, твои воспоминания об этих двух матчах. Ну, первая игра, конечно, нервная была. Поначалу все сложилось не очень хорошо, потом мы забили. Ну, потом первый тайм 2-1 выиграли, потом еще один забили, третий. И в концовке уже тоже пропустили. В концовке была очень нервная. Во второй игре, конечно, было все получше. Парни собрались, слава богу, выдали очень сильный матч. Было все классно. Было почти все идеально. Скажи, пожалуйста, вот ты, если так взять, за счет чего считаешь, победили команду Фуршет? Вот за счет чего? Потому что Фуршет действительно очень сильный коллектив, который имеет колоссальный опыт, выступления. За счет чего? Да, может быть, больше самодача. Может, мы больше хотели выиграть. Не знаю. То есть именно за счет желания? Желания плюс самодача. Скажи, пожалуйста, можно ли назвать Фуршет звездной командой? Нет, я бы сказал, что звездная. Ну, уже довольно-таки хорошие исполнители. Хорошо, КРО бы ты особенно отметил в команде Фуршет? Кочуника Лешу. Мороза. Хорошо, идем с командой, которая заняла третье место в восьмерке. Это команда Мидилайн. Вы обыграли от 5-0. За счет чего? Скажите, пожалуйста. То есть тоже у вас было две встречи с этой командой. За счет чего вы смогли победить в Мидилайне? Какие-то же воспоминания у тебя сложились об этом коллективе? Коллектив хороший, конечно. Ну, нам, конечно, трешки. Мы все время проигрывали. Вот, как выиграем, фианаль не забиваем. Плюс у нас, потом уже у нас минус 4-3 проиграл. То есть вот Мидилайн вы проиграли, но сначала 3-2. 3-2, представляете? 4-3, по-моему. Нет, 3-2 уже в восемьем чемпионате. Да, в восемьем чемпионате. То есть Мидилайн получается одна из тех команд, которая у вас забиралась. Забиралась. Потому что сегодня она единственная. Единственная. То есть за счет чего? Чем эта команда превосходит других, что именно она у вас играет? Не знаю. Просто есть такие команды, что это неудобные. И в данном случае это есть. Какие вы сильные стороны команды Мидилайн? Сильные, ну, есть там хорошие игроки. Ну, а слабые, то что немного ругают. Из двух игр какая вам больше запомнилась? С 1-5-0. То есть победа? Конечно. За счет чего вы смогли сделать так, что команда Мидилайн даже во втором матче не смогла забить? Потому что там не ругались. Мы играли в спортсбол, не поднимали мяч, катали низом. Спокойно через пасы ходили. И у нас в это день все получалось. Ну, как мы сказали, ребята с Мидилайнером, мы попали под Харьковский каток. Команда, которая попала еще в сильную четверку, это Воскресенко. Коллектив так серьезно собрался, взялся и, в принципе, достаточно хорошо выступил осенью. Какие воспоминания у вас оставили есть об этом коллективе? Ну, с ними было очень тяжело играть, что 1-й, что 2-й игру. Там ребята хорошие, что в нападении, что в защите техничную. Первые таймы нас вообще долго не получалось забивать, что в одной команде, что в 2-й. Там просто игра была, кто 1-й забьет и вставает. И потом уже во 2-м переломили, и потом подачку 3-й забили. Ну, тяжелая игра. То есть, о Воскресенке тоже получили воспоминания, да? Да, ребята хорошие, они молодцы. Хорошо, также расскажите мне, объясните, почему команда Самсон, которая являлась одним из фаворитов в борьбе за медали, не смогла попасть в четверку сильнейших. Как вы считаете, какие воспоминания у вас об игре с этим коллективом? Ну, если честно, я бы не сказал бы, что она такая сильная. Потому что, что Медилайн, что Воскресенка, они сильнее Самсону. Просто Самсону надо было собираться. Ну, с Самсону в одной из бус играли. В третьем туре было. 2-5 выбрали. Да, да. То есть, как вы думаете, играя с этой командой, почему? Что им не хотело и что у них? Ну, в сборах. Ну, им надо больше коллективной игры и больше общения. И больше собираться между собой. Там, например, у есть выходные, свободное время поиграть в футбол. Просто так вы видите. Ребята там неплохие. То есть, тоже команда сильная. Нет организации такой, чтобы сплотить их. Они кто-то ошибся и друг на друга кричат сразу. Ну, так тоже нельзя. В принципе, мы так тоже делаем. Ну, так и все команды делаем. Время так больше не делаем. Да. Время ошибок. Хорошо. Ну и команда Йети. Что можете сказать про этот коллектив? Какие воспоминания у вас остались? Ну, Йети. Ну, с ними тоже тяжело играть. Ну, они очень быстро устают. У них физической формы нету. Там еще, тем более, таких вот два мужчин играют в весе. И там молодежь играет. Молодежь боится играть. Но, так, они должны как-то более укомплектоваться. Ну, и такой же вопрос, скажите, вот кому бы вы дали название Fair Play в чемпионате? А кому красным показали? Fair Play. Самое такое миролюбивое и самое спокойное, самое интересное. Ну, про свою команду нельзя говорить. Конечно. Ну, не знаю, наверное. Ты говоришь свое мнение. Тебя было Фуршета, конечно. Тоже друзья наши. Не обываемся, но по-футбольному. Если надо мяч считать, то отдаем, как я один. Ванька, твое мнение? Ну, не знаю. Мне, у нас присянка понравилась. Две самых таких команды, которые могли подраться, а за ним с того сыграли хороших игроков. Хорошо, спасибо большое. Пусть Бог благословит вас, вашу команду. Дорогого, успехов. Будем встретиться на рождении.